Благодарю Алмаз. Казахстан Республика, президент Жанн Дагуртал, коммуникации Ларказмета Ткили и Ферди Ужимасым, Бастайду, Баршалар Инзакайрлыкан. Бугамбэс, вирус тых аурулардын алданалу, иммунитет тунагайту, жанне постковид тых аскунула жаннда, баспасуясь масляхат нюткземыз. Добрый день. Служба центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан начинает прямое вещание. И сегодня мы проведем пресс-конференцию на тему профилактика вирусных заболеваний, укреплений иммунитета и постковидные осложнения. Спикерлермен Танц Полыңыздар. Алматы халасынан ткелі байлянста. Казахстан Республика са денсаулық сақтау министрлігінің когамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы, санитариялық эпидемиологиялық сараптама жанне мониторинг ғылыми практикалық орталығы филиалы директорының орумбасары Смағул Манар Асыр. Қызы және кардиология үшкі аурулар ғылыми зерттеу институтының үшкі аурулар кафедрасының профессоры, медицина ғылымдарының докторы Қасенова Сәуле Лай қызы қайырлы күн. Сонда яқт, еліміздің басты медиаланына ұлтты ғылыми кардиохирургия орталығы қабылдау бөлімшесінің менгер үшісі Тәвекелева Айныр Тулепперген қызы келіп отыр. Құрметті спикерлер, байланысқа шығып, еліміздің басты медиаландарына келгендеріңіз көлкен рахмет айтамыз. Алдымен сөз кезегі Манар Асыр ғызы өзіңізге беріледі. Марғабад. Манар Асыр ғызы, микрофоныңызды қосысаныз. Сәлем әтістерімі баршаларыңызға. Бұл үмғэ зде ілімізді аландад współтарған таптардың бірі біл жетереспираторлғы вірускіңінфекціясы. Бұл үмғэ күне біл ең кен-таралған жүквалардың бірі. В возбудителе острых вирусных инфекций на сегодня насчитывается более 200 тысяч, и она характеризуется в первую очередь, наверное, поражением верхних дыхательных и нижних дыхательных путей, и передается воздушно-капелям непосредственно контактным путем, и отсюда от путей передачи исходят, как говорится, и меры профилактики воздушно-капельных инфекций, вирусных инфекций. То есть исходя, как говорится, от того, как учитывая пути передачи данных инфекций, мы говорим о наиболее актуальных мерах профилактики. Это как на сегодня социальное дистанцирование, это ношение масок, медицинских масок, это гигиена рук, она предотвращает контактную передачу вирусных инфекций, и, естественно, это ведение здорового образа жизни. Мы то, что говорим. И к тому, что я хотела бы здесь еще подчеркнуть ежегодно, у нас, в принципе, в текущем году эпидемический сезон по острыми респираторными вирусными инфекциями по гриппу, да, вот, учитывая активные меры предосторожности в отношении ковид, очень отмечается в текущем году очень низкая циркуляция вируса гриппа. То есть это в какой-то степени, как говорится, можно сказать, и положительный аспект тех мер, которые принимаются очень широко среди населения. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. , пожалуйста, подробнее о результатах на сегодняшний день. Кто может пройти обследование в рамках этого проекта? Здравствуйте. Уважаемые журналисты, уважаемые коллеги, в этом году с октября месяца на базе нашего центра мы проводим обследование пациентов с постковидным синдромом. На основании приказа Министерства здравоохранения 763-го 24 ноября на базе национального кардиохирургического центра был создан первый в стране постковидный центр как пилотный проект по улучшению ситуации в стране с коронавирусной инфекцией. В декабре прошли обследование более 400 человек, из них 312 взрослых и 100 детей. Перед тем, как сказать, какие были результаты, хотела бы уточнить, что есть два термина, которые можно разделить у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Это лонг-ковид, это хронический ковид, когда появляются симптомы или признаки заболевания после перенесенной коронавирусной инфекции, и они сохраняются в течение более трех недель. И это постковидный синдром, когда симптомы, признаки или симптомы комплекса сохраняются у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции более 12 недель. У пациентов, которые у нас проходили обследование, мы выявили такие изменения. У 287 пациентов выявлено иммунодефицитное состояние на основании иммуноферметных анализов и полимеразной цепной реакции. Хочется уточнить, что у 25 пациентов сохранялась активность цитомигаловируса и вируса простого герпеса и вируса Эпштейна-Бара, что является негативным фактором риска для клинического исхода после инфекции COVID-19. Также у пациентов наблюдался дефицит витамина D, витамины B12, фолиевой кислоты. Когнитивное нарушение выявлено у 190 пациентов. Патологии сердечно-сосудистой системы. Это, в частности, впервые выявлено артериальная гипертензия у 20 пациентов. И резистентность к ранее подобранной гипотензивной терапии наблюдалась у 135 пациентов. Эндокринная патология. Впервые выявлено сахарный диабет у 2 пациентов. Декомпенсация сахарного диабета у 13 пациентов. И были также нарушения функций щитовидной железы у 40 пациентов. Патология дыхательной системы. Это нарушение вентиляционной функции легких по результатам спирографии, по типу рестрикций и обструкций. Также хочется отметить, что у этих пациентов были также нарушения функций органов брюшной полости и почек. По результатам этого обследования сейчас на нашей базе проводится разработка методических рекомендаций по ведению пациентов после коронавирусной инфекции, лонг-ковида и пост-ковидного синдрома. Благодарю за информацию. Бақ кезе журналисты Айсулу Маманғызы бізмен бірге тікелебі алианысты. Айсулу, кайырлы күн сырақтарыңыз? Кайырлы күн сыреместерме. Айсулу Маманғызы бізмен бірге тікелебі алианысты. 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 Айсулу Маманғызы бізмен бірге тікелебі. И делается контроль лучевой диагностики. И на основании проведенных обследований, в зависимости от того, какие показатели будут повышены, будет приниматься решение о необходимых ему назначениях и о его дальнейшем лечении. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Когда пациенты предъявляют жалобы на проблемы с слухом, на снижение зрения, конгенитивные проблемы, проблемы с психическим здоровьем, бывает, когда пациенты жалуются на чувство тревоги, беспокойства, вплоть до астении и депрессии. Нередко пациенты предъявляют жалобы на выпадение волос, спутанность или развитие слабоумия у пожилых пациентов. Чаще всего у детей это больше беспокойство и дефицитное состояние. Есть еще один такой вопрос, что после того, как переболел ковидом, многие стараются день, допустим, один, либо два раза один раз пить обязательно аспирин. Насколько это правильно? Как длительно это можно и нужно делать? Назначение аспиринсодержащих препаратов или антиагрегантов всегда должно быть под контролем доктора. Который будет наблюдать за пациентом, но по рекомендациям, которые в данное время у нас есть, аспиринсодержащий препарат рекомендуется в зависимости от сопутствующих хронических заболеваний. То есть, если у пациента есть сопутствующая артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца, то назначение антиагрегантов на длительный срок. Если у пациента нет таких изменений, но есть проблемы с свертывающей системой крови, то есть высокие сгущения крови, то такое тоже рекомендуется в среднем от 1 до 3 месяцев. Всегда нужно контролировать состав крови. Также пациенты, либо переболевшие, жалуются на то, что повышается давление. Вот Вы только что об этом сказали. Насколько можно связывать именно это? Можно связать это с постковидным осложнениями или нет? Постковидный синдром, в принципе, включает в себя обострение всех хронических заболеваний. То есть, на фоне снижения иммунитета получается обострение. Где есть слабые места, они начинают давать о себе знать. Точно так же, как по артериальной гипертензии. Плюс еще, видимо, это все-таки то медикаментозное лечение, которое проводилось во время болезни, коронавирусная инфекция. Это гормонотерапия, большие мощные дозы антибиотиков, которые были летние в этот период. Спасибо. Журналист информационного агентства Байгиниус Киезет Нурмбетова Дархан спрашивает. Как часто переболевшие коронавирусной инфекцией, пневмонии казахстанцы жаловались на проблемы с сердцем? Какие осложнения на сердце дает коронавирусная инфекция? Аня Виталий, пожалуйста. Ко мне, наверное, адресован вопрос. Мы уже ранее говорили, что это может быть поражение самой сердечной мышцы, это миокардиты, это может быть обострение или резистентная артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Очень часто встречались аритмии у пациентов, когда после обследования пациента отправляли на госпитализацию, на коррекцию. Также нередко бывают проблемы с обострением атеросклероза. То есть были пациенты, которые у нас наблюдались где-то 6 месяцев до коронавирусной инфекции, у которых не было гемодинамически значимого поражения сосудов. А после перенесенных коронавирусной инфекции им понадобилось исследование и лечение в виде стентирования или ортокоронарного шунтирования. Спасибо. И следующий вопрос. Какие реабилитационные мероприятия гарантированы пациентам с сердечными заболеваниями, переболевшими, коронавирусной инфекцией и пневмонией? Мана Рассеровна. К сожалению, данный вопрос в мою компетенцию не входит. Я так думаю, что может быть Саули Лайлаковна ответит на данный вопрос. Саули Лайкоза. У пациента, которые перенесли коронавирусную инфекцию и имеют сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы после выписки из стационара, и они имеют право обращаться к кардиологам в институты, в больницы, если у них есть какие-то осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Я просто хотела немножко дополнить, что в механизме развития COVID-19 имеется вторая часть, второй механизм – это повреждение эндотелия сосудов. И может быть это тоже одна из причин того, что у пациентов с COVID-19, я имею в виду все-таки взрослую возрастную группу, наблюдается повышение уровня артериального давления, хотя они, может быть, до этого принимали антигипертензивные препараты и контролировали свой уровень давления, но из-за повреждения эндотелия сосудов и вовлечения в эту сердечно-сосудистую систему у них наблюдаются вот эти вот проявления со стороны сердца и сосудов, то есть повышение уровня артериального давления, это тахикардия, это вот вирусное повреждение кардиомиоцитов и развитие миокардита, в наиболее тяжелых случаях это развитие сердечной недостаточности. И, в принципе, у них нету никаких противопоказаний у этих пациентов для того, чтобы дальше продолжить свое лечение у специалиста по профилю, то есть у кардиолога. Спасибо за ответ. Рабига Нурбай, стратегия 2050 КИЗ, с нами на связи. Рабига, добрый день. Здравствуйте, стратегия 2050. Расскажите о самых популярных постковидных осложнениях. Бывали ли случаи осложнений в случаях бессимптомного протекания КВИ и как их распознать, если КВИ протекал бессимптомно? Савлия Лайковна. Спасибо за вопрос. У нас нету такого популярного осложнения. Вы, наверное, имеете в виду самое частое осложнение, да? Ну, поскольку я и пульмонолог, и терапевт, я, конечно, чаще ко мне обращаются люди, у которых имеется осложнение в виде затяжного кашля. То есть они говорят, мы уже переболели COVID-19, но кашель нас постоянно беспокоит, продолжает беспокоить. Причем этот кашель, в отличие от бактериальной пневмонии, он без выделения мокроты. То есть это сухой, нацадный кашель, который плохо переносится пациентами, и они, конечно, с этим обращаются к врачу. Теперь о бессимптомном течении и возможных осложнениях. К сожалению, такие случаи тоже есть. То есть когда у пациента ПЦР отрицательный, когда у него, то есть может быть ПЦР и положительный, когда у пациента нету человека, нету клинических никаких проявлений, но был контакт с лицом, которое болело коронавирусом, и ПЦР вдруг выявляется положительным, и сразу, если он делает рентгенограмму, то мы видим на компьютерной томографии уже развитие вот этой вот COVID-ассоциированной пневмонии. Вот это вот самое, как бы, такое вот частое проявление у бессимптомных пациентов развития, к сожалению, COVID-ассоциированной пневмонии. И также, как и в случаях с симптомными пациентами, эти лица, они подлежат лечению, как коронавирусная пневмония, связанная с COVID-19. Спасибо большое, да, больше нет вопросов. Благодарю. Азамат Сыздекпаев, Казымфорум, спрашивает на опыте родственников и знакомых, переболевших COVID-19, знаю о существовании такого постковидного явления, как одышка. Из-за чего сохраняется одышка и проходит ли она вообще? Кроме того, у переболевших очень слабый иммунитет. Какие есть рекомендации по повышению иммунитета именно для переболевших COVID-19, поскольку обычные рекомендации зачастую бесполезны? Айна Ртолипергена. Пожалуйста. Ослабление организма и потеря физической формы вследствие коронавирусной инфекции и ее последствия может вызывать одышку. Также это сама пневмония может быть проявлением одышки. После выписки из стационара пациенты чаще всего жалуются на эту одышку. Она может быть связана за счет детренированности в этот момент. И снижение иммунной системы. В этот момент пациентам мы рекомендуем увеличение повседневной нагрузки, физической активности. В дальнейшем постепенно при увеличении повседневной нагрузки одышка проходит. Но если у пациента жалобы на одышку после обследования сохраняются более 2-4 недель, то пациенту необходимо обратиться уже к специалисту. Ахпота Акудзихпай, Международное информационное агентство Казинформ спрашивает, какие еще рекомендации можно дать тем, кто переболел коронавирусом? Может, какие-либо витамины принимать нужно? Так как у многих долгая реабилитация. Вы до этого говорили, что выпадают волосы и так далее. Может, какой-то есть комплекс витаминов, которые нужно принимать? Или это все нужно согласовать с врачом-лечащим? Таких рекомендаций в плане конкретных рекомендаций нет. Сейчас рекомендуется нутритивная поддержка, то есть полноценно сбалансированное питание с большим содержанием белка. Предлагают нормализовать сон. То есть у пациента после перенесенной коронавирусной инфекции необходим обязательно дневной отдых. Полноценный сон должен составлять более 8 часов. И диета должна быть большим содержанием витаминов, так как во время самой инфекции идет большое употребление. Доказано применение витаминов группы D, витаминов группы B, витаминов группы C и цинка, магния. Поэтому каких-то конкретных рекомендаций в плане по витаминным комплексам, по рекомендациям Омега, 3 использования нет. Это все должно быть в индивидуальном порядке, персонализировано. И еще один вопрос. Как вести себя весной, так как проявляются симптомы ОРВИ, гриппа, и как отличить все заболевания, как прежде всего действовать заболевшему? Профилактика вирусных инфекций весной или в другое время основана на тех же принципах. Это ношение сейчас в данное время масок, соблюдение дистанции, гигиена рук. Других каких-то дополнительных мероприятий отдельно для пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции нет. Спасибо. Сауля Лайковна, скажите и напомните, пожалуйста, первые симптомы ковида и есть ли какие-то отличия между ОРВИ, гриппом, допустим? Первые симптомы коронавирусной инфекции – это может быть потеря обоняния, потеря вкуса, расстройство кишечника, то есть жидкий стул частый, и, конечно же, повышение температуры, и повышение температуры, потом кашель. Острые респираторные вирусные инфекции, в настоящее время их, мы знаем, больше двухсот разных вирусов, которые вызывают вот эти вот респираторные именно заболевания, они могут тоже начинаться с повышения температуры, но там, в отличие от того, какой-то вирус, аденовирус или риносенситиальный вирус, или какой-то другой вирус, там могут быть проявления или грипп А, или грипп Б, проявления могут различаться, но в целом они тоже протекают с повышением температуры, это интоксикационный синдром, слабость, боли в мышцах и выделение там слизистой износы, чихания и так далее. Вот отличие от ковида, который на сегодняшний день мы видим, это вот потеря вкуса обоняния и появление проблем со стулом, а все остальные, интоксикационный синдром, кашлевой синдром, одышка, появление признаков дыхательной недостаточности, они схожи. Единственное, мне хотелось бы обратить внимание наших слушателей на том, что при ковид-19 все эти признаки стремительно развиваются, поэтому надо быть очень внимательным, человек может чувствовать себя хорошо, и вдруг внезапно за 2-3 часа его состояние резко ухудшается, он вынужден обращаться к скорой помощи и даже госпитализироваться. Соли Лайковна, возникает вопрос, вот если человек у себя заметил какие-то симптомы ОРВИ, гриппа, либо же ковид-19, то сразу ли нужно сдавать ПЦР-тест? И сразу ли он покажет результаты? Если у человека есть признаки острой респираторной инфекции, он наблюдает за собой, но самые простые способы это измерение температуры тела, следит за артериальным давлением, повышается, снижается, частоту сердечных сокращений или пульс измеряет. Если у него состояние не улучшается, то в условиях пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется все-таки сделать анализ на ПЦР. И любая поликлиника, она в принципе обеспечивает прохождение этого исследования. Есть еще один вопрос. Есть ли связь между коронавирусом и бесплодием? Я так полагаю, что у человека, который переболел коронавирусом... Это вопрос ко мне, да? Айнар Толипергеновна, были ли такие случаи у вас зарегистрированы или же обращались, может, к вам? По данным литературы и мировых публикаций, то, что коронавирусная инфекция или коронавирус может содержаться в семенной жидкости, такие данные есть, но пока мы таких пациентов не наблюдали. По крайней мере, в нашем опыте такого нет регистрации. Еще раз напомните, пожалуйста, какие частые наиболее осложнения после ковида? Это снижение иммунитета в виде иммунодефицитного состояния, синдром дефицита витаминов и микроэлементов, патологии сердечно-сосудистой системы, постковидный сахарный диабет, нарушение функций щитовидной железы и патологии дыхательной системы, также печень и почек. Продолжение следует... Как мои коллега раньше сказала, это профилактика тех же вирусных инфекций. Само заболевание коронавирусной инфекции, как мы заметили, не имеет какую-то сезонность, периодичность, то есть она может иметь распространение как в зимний период, так и в весенний период. Поэтому летнее время или весеннее время не является поводом для расслабления, для того, чтобы мы могли сказать, что коронавирусная инфекция позади. Я не отмечала... Обычно менингит, я, конечно, не инфекционист, но менингит, он в холодное время года, тоже в такой вот сезонности у него есть определенная. И я думаю, что весной ожидает вспышки менингококовой инфекции. Ну, по крайней мере, я такого не слышала. Спасибо. Аня Раталья Перегина, может, есть что добавить? Можно сделать комментарий? Да, конечно, Монара Сырна, да. Касательно других инфекционных заболеваний, как мои коллеги тоже отмечали, каждое заболевание имеет свою определенную сезонность. То есть когда с приходом весны практически можем ожидать и росты кишечных инфекций, потому что бывает для них характерна весенне-летняя сезонность, мы можем ожидать рост, в принципе, то, что уже сказали по менингиту, самое главное, надо помнить о путях передачи. Это воздушно-капельная инфекция, и главное, чтобы здесь был источник возбудителя инфекции, да, и восприючивая организм, а именно пути профилактики. На сегодня вот мы уже обратили внимание, да, вот помните, была у нас тоже подъем заболеваемости менингитом, это в 2018 году, по-моему, по городу Алматы, она характеризовалась как раз весной и летом. Если раньше все инфекционные заболевания имели какую-то четкую такую градацию, мы говорили, вот она характерна для весенне-зимнего периода, да, то есть потому что скучность населения и больше как бы условий для передачи возбудителя инфекции, то есть на сегодня как бы данные вот немного сглаживаются, даже и летом, и весной могут регистрироваться данные заболевания. И независимо как бы от том, что мы не можем сидеть просто ожидать данные заболевания, всегда должны следовать мерам профилактики, то есть если есть вакцинация против данного инфекционного заболевания, мы как бы не должны пренебрегать национальным календарем прививок, да, то есть это касательно детских инфекций. Помните, у нас было даже войдем заболеваемости кори, да, на сегодня ситуация, слава богу, она стабилизированная, поэтому как бы мы должны придерживаться тех рекомендаций, которые мы дают докторами, да, вот, то есть это и если необходимо получить вакцину, получить вакцину против данных, как бы, против тех заболеваний, которые предотвращаются с помощью вакцин. У нас должен быть полноценный сон, у нас должно быть сбалансированное полноценное питание, да, и, естественно, мы не должны пренебрегать даже нашей физической активности, потому что сказали, что это тоже как бы входит и в реабилитацию COVID-19. Спасибо. Манара Сыровна, и еще один вопрос от Боты и Браевой. Казахстанская правда. Кроме коронавируса существуют и другие вирусные заболевания, не менее опасные. В прошлые годы в Республике Казахстан выросла заболеваемость в корею среди детей, тоже вакциноуправляемая инфекция. Что делается сейчас по вакцинации против кори? Какая просветительская работа ведется с родителями по разъяснению компаний по вакцинации против кори? И какова статистика прививания против кори в поликлиниках Республики Казахстан? Очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Это один из таких, скажем так, индикаторных заболеваний, которые, можно сказать, практически в 100% случаев она контролируется с помощью вакцин. И перед нами такие смелые задачи. Мы входим в глобальную систему надзора заболеваемости за корею краснухой. И перед нами на сегодня стоит задача элиминации кори. То есть это ликвидировать ее с помощью вакцин. И он входит в календарь прививок. Данная вакцина прививается в один год и в шесть лет. На сегодня плановая вакцинация детей проводится в медицинских организациях по месту прикреплений. И охват, учитывая то, что у нас был за 2020 год период ЧАЭС, были приостановлены визиты, и мы на сегодня идем по наверстывающей иммунизации. На сегодня больше, если ежемесячно показатели брать, больше 95% охвата он составляет. Какая просветительная работа? Совместно с детским фондом ИНИСЕФ мы проводили подготовительную работу с медицинскими организациями, которые идут с медицинскими работниками первичного звена, то есть по МСП, через которую первую информацию получают родители обучение, и через наши официальные сайты, это Министерство здравоохранения, это сайт нашего Национального центра общественного здравоохранения, всегда есть доступная информация по профилактике, значит, в поре, то что касается, но это в первую очередь, это вакцинация. И то, что касается других инфекционных, вирусных инфекций, это абсолютно очень хороший вопрос, потому что вот Сауля Вейковна уже сказала, что абсолютно практически похожа симптоматика в начальной, да, как COVID и ОРВИ, поэтому если у вас появились признаки респираторной инфекции, лучше оставайтесь дома, созвонитесь со своим доктором, участковым врачом, то есть, и тем самым вы ограничите контакт с другими людьми, желательно самоизолироваться, потому что одна из действующих мер профилактики на сегодня как и против COVID-19, так и против других вирусных инфекций. Спасибо, Сауля Лайковна. И последний вопрос я вам задам, и на этом завершу пресс-конференцию. Как можно безопасно возвращаться к прежнему образу жизни после COVID-19? К тем же самым интенсивным тренировкам, допустим. Если после перенесенной коронавирусной инфекции, значит, пациента все равно наблюдают в течение 14 дней амбулаторно, то есть в поликлинике по месту жительства, я все-таки посоветовала бы нашим слушателям сделать иммуноферментный анализ на антитела иммуноглобулин М и иммуноглобулин Ж. И по содержанию иммуноглобулина Ж, который косвенно свидетельствует об формировании иммунитета по коэффициенту позитивности, можно определить, насколько пациент безопасен для окружающих. Но в принципе, когда иммуноглобулин М, он свидетельствует об острой фазе процесса, когда он уже не определяется, пациент уже не представляет никакой опасности для окружающих, потому что уже вирус как таковой, вирус виремиверний, уже в организме нет. И поэтому, если у пациента нет вот этих вот пусковидных признаков, о которых мы сейчас говорили, это сухой кашель, одышка, то слабость, вот некоторые говорят, что настолько выражена слабость после перенесенного ковида, что они даже не могут подняться с постели, или что-то себя заставить сделать даже по дому, или же какие-то центральные нервные, со стороны нервной системы проявления снижения памяти. Вот, в принципе, все это восстанавливается, на это нужно время, но если человек чувствует, что, в общем-то, он может справляться, надо не заострять внимание на болезни, все равно возвращаться в обычную жизнь. Сауре Лайковна, и возник еще один вопрос. После того, как переболели коронавирусной инфекцией, люди сдают ПЦР-тесты на антитела, и далее они следят за показателями на уменьшение. В каких случаях можно заразиться повторно коронавирусной инфекцией? Какие должны быть показатели этих антител? Да, я хотела вас поправить, это не ПЦР-тест, это иммуноферментный ИФА-тест на антитела. Как только уровень антител начинает снижаться, иммуноглобулина Ж, он свидетельствует об иммунитете, то, когда он сведется к нулю, то риск заражения вероятен, но не обязателен. Поскольку, ну, сегодня ориентировочно говорят о том, что срок формирования иммунитета где-то от 3 до 6 месяцев. Спасибо. Курмитты спекерлер, Улкен рахмет айтамыз. Бүгінгі маңызды ақпаратқа байланысты. Ақпаратпен бөліскендеріңізге, және де сұрақтырға жауап бергендеріңізге. Еліміздің басты медиаланы келгенізге рахмет. Ембастысы ауырмайық, сақ болайық, және жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Эфирмізді аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар. Саламат болыңыздар.